Добрый день, ребята! Сегодня мы продолжаем с вами тренировку для баскетболистов и я хотел бы сегодня вам показать упражнение, которое можно выполнить дома с баскетбольным мячом но если у вас нет баскетбольного мяча, вы можете выполнить с любым другим мячом даже взять ту же подушку там находится подушка и выполнить с подушкой эти упражнения сейчас первое, что нам нужно сделать, это с вами размяться мы опять ставим с вами в исходное положение и начинаем разминаться начинаем упражнение делать от головы и заканчиваем ногами упражнение начинаем упражнение выполняем в правую и левую сторону аккуратно, спокойно вперед, назад переходим на плечевой пояс вращения в обратную сторону вращаем амплитуду можно начинать с маленькой амплитуды, потом увеличивать амплитуду движения хорошо, следующее упражнение кисти рук и плеча, вращение плечевом пояса и в обратную сторону также вращаем переходим руки в сторону увеличиваем вращение в обратную сторону тоже самое упражнение тоже самое увеличиваем вращение движения хорошо, закончили упражнение, следующее упражнение боковые наклоны пилы после боковой наклоны пилы мы делаем вращение толщиной включаем руки не забывайте, спину всегда держим ровно после этого упражнение мы делаем вращение тазом тазом вращаем, разминаем таз 10 вправо, 10 влево делаем упражнение колени разминаем оборотные стороны, в обратную сторону делаем колени хорошо, после этого упражнения деленостоп разминаем левую ногу меняем левую ногу хорошо, когда мы размягиваем масток на кисти рук кисти рук вращения мы так же делаем вращение в вращение в внутреннюю сторону и в порожную сторону следующий локтевые суставы знаем уже 5 вращений 5 назад к себе вращение хорошо вот мы с вами немножко размялись подготовили наш организм и сейчас мы поделаем с вами упражнение с баскетбольным мячом первое упражнение которое мы сделаем это стойка баскетболистов мы ставим мяч с вами перед собой кладем его и наша задача на счет 3 мы должны с вами взять этот мяч и встать в стойку баскетбольную готовы расслабились и на 3 1 2 3 упаковый мяч встаем в стойку баскетбольную обратите внимание в стоечку мы встаем в баскетбольную в каком положении у нас с вами носки колени и голова находится на одной линии в этом положении и боком еще в положении еще раз обратите внимание я поставил мяч расслабился на три раз два три точку и зафиксировал это положение фиксировал обратно поставил можно менять направление движения да мы можем с вами правую в левую сторону передвигаться представим и в этот момент вставать стойку баскетболиста свечом то есть раз стоечку встали зафиксировали положение положили мяч обратно стоечку встали зафиксировали это положение положили мяч левую сторону стоечку встали зафиксировали положение только баскетболиста обратите внимание что когда я держу мяч я держу мяч правильно посмотрите внимательно мяч я держу фалангами пальцев ладони не касаются мяча какие бывают ошибки ошибки бывают хватают мяч полностью всей кистью то есть положение рук может оказываться вас неправильным при стойке баскетболиста выносится слишком вперед туловища вы в этот момент теряете равновесие так что обратите внимание что дело упражнение правильно не забывайте стойка должна у нас ноги шире плеч ноги согнуты колени не выходят за носок стопы ручки на держим мяч с вами локти не разводим локти линия у нас с вами вот таком положении мы фиксируем причем можно из разного положения делать это упражнение с мячом не обязательно с мячом но желательно чтобы у вас был мяч и нет баскетбольного старайтесь у вас есть футбольный мяч может быть даже есть мой мяч на небольшой можно из любого положения даже можем мы с вами фиксировать положение например план куда держим так общую физическую подготовку стали положение зафиксировали на три раз два три фиксировать это положение причем вы можете сами придумывать себе упражнения да но самое основное в этом упражнении но мы с вами учимся правильно держать стойку баскетболиста правильно держать мяч в руках то есть будь добр повторяет вот эти составляющие колено не должно заходить первое что у нас нужно с вами колени когда вы принимаете золком наверное злойку баскетболиста колени должны находиться на одной линии носками положение руки у нас принимают стоечка когда вы принимаете мяч вперед выставляется и отсюда мы принимаем мяч из этого положения также вы будете подходить какая ошибка бывает бывает ошибка что когда они идут к мячу и пытаются взять в руки мяч начинаются многие выпрямления и идет наклон за мячом да то есть начинается нагружается спина правильно выполняем упражнение мы сгибаем ноги спинку держим ровно вложение да мы расслабились еще раз показываю слабились в этот момент мы делаем движение взяли мяч зафиксировали это положение спинку ровненько держим обратите внимание ноги у нас согнуты колени не выходят за носки вот такое упражнение а сейчас еще мы сделаем упражнение за владение мячом на вы не забывали мы с вами уже делать упражнение кто не делал он будет полезно на первое это упражнение это вращение мяча мы вращаем мяч вокруг головы свои такие движения мы делаем вращаем мяча вращение вращение тоже достаточно сделать вращение 10 в левую сторону и 10 в правую сделали мы это вращение это как раз нас мы развиваем с вами плечевой пояс и контроль над мячом следующее упражнение этого вращение вокруг туловища мы делаем с вами вокруг туловища вращаем также старайтесь ножки держать заряженные до согнутые и вращать мяч вращать мяч и во время вращения точно так же пальцами до нужно его хватать держим мяч на пальцами пальцами рук обратите внимание вращение и в обратную сторону мы вращаем вот видите аккуратно старайтесь можно медленно начинать упражнение и когда вы чувствуете что уже вы контролируете хорошо мяч можно переходить на ускоренный режим до боли более быстрее вращать мяч более быстрее да вот одно из упражнений очень хорошим следующее упражнение это восьмерку мы делаем восьмерку да мы ставим ноги шире плеч подседаем опять спинку держим ровно с вами и отсюда начинаем делать восьмерку передаем мяч передаем вот такие упражнения восьмерочка называется у нас всегда смотрим вперед да что у нас происходит спереди восьмерка также боком и да я вам показываю то есть спинку ровненько подсели зарядили отсюда идет восьмерка восьмерка также можно в обратную сторону сделать восьмерку в обратную сторону восьмерку хорошо хорошее упражнение до развалит вашу координацию их хорошо нагружают ноги из заключительное упражнение заключительное упражнение можно с вами этот мяч до более легкий вариант это вот движение на движение катая мяч тоже восьмерка делаем пальцами старайтесь все время работать пальцы и также в обратную сторону сделали вот хорошее упражнение до которые вам помогут не забыть до азы техники баскетбола стойки ну и сейчас мы сделаем с вами небольшую до размялись уже и можно сделать с вами комплекс общей небольшой физической подготовки но